Технология возникла из нахождения в офисе на Ленинском проспекте, который как раз вот примерно представляет место для того, что могло бы происходить, произошло в этом фильме. А дальше, ну вот, ну как, ну вот, представили, как вот могла бы себя вести молодая девушка, если бы в её квартиру с окнами на Ленинский проспект, на начало Ленинского проспекта постучались вот два таких вот молодых человека. Лично для меня основной задачей была финальная эмоция фильма. Эмоция плюс некое размышление мировоззренческое, вот что да, вот такое в жизни с людьми бывает. Такое происходит с нами иногда. Плюс вот совершенно конкретная эмоция. И вот я старался сделать так, чтобы все перипетии фильма, они к этому как-то привели. Я режиссёрский гиг не закончил. Я не закончил, я перешёл в добрые руки Сергея Зиновьева. Где-то середина второго курса мы писали сценарий для... Ну, скажем, когда я пришёл, сценарий для «Афера» уже был написан. Я писал там только диалоги. Вот, и потом пришла идея, почему бы не снять такой фильм. И дело в том, что из окна нашего офиса был виден как раз Ленинский проспект, в котором часто ездили машины. И вот пришла идея. Сергей Зиновьев, а почему бы нам не написать историю вот про двух таких людей, которые пришли туда-то, туда-то, и вот мы начали как-то сочинять, думать, мечтать, и постепенно это всё родилось в сценарии. Ну да, но мы только действительно отдавали себе отчёт, что должна быть реальная драматургия. Да. Ну, в общем, да. Ставили перед собой задачи. Так как опыта нам тогда не хватало всем, то мы занимались просто тем, что составляли игровые сцены, набирали трёх актам, набирали, да, там, трёх актёров, делали игровую сцену и просто проигрывали какие-то сцены. То есть репетировали кусочки и снимали, и смотрели. Вот, и так было достаточно много у нас. Даже, ну, он пошёл нам навстречу. Кто к нам, помнишь? Ерёменко. У нас даже Ерёменко приходил. Ну, так сказать, пробовался, это сильно сказано. Просто для него был странный материал, и он сказал, давайте попробуем. И, в общем, мы прошли через такой целый-целый ряд испытаний. И себя пробовали, и материал пробовали, потому что он был такой странный, жанровый. Вот, мы материал не сразу раскусили, да? Ну да, но, откровенно говоря, если действительно вспоминать о кастинге, то там, ну, не будем называть имён, но известных имён было человек десять на каждого из персонажей. Да. Вот точно. А ещё мы три съёмочных дня первых вышвырнули в корзину. Пересняли, в принципе, всё. Ну, то есть попробовали, как бы, так как жанр был страдан, вот мы пробовали и чувствовали, что что-то не получается. Вот. Совершенно как бы было в другом ключе, да? Ну, то ли эмоции были, но ещё что-то действительно. Да, и просто, да, как бы Сергей сказал, радо, расслабься, выкинем это всё и попробуем. Будем снимать чуть по-другому. И начали, и действительно, раз что-то пошло-пошло, стало интересно актёрам, и начало что-то получаться. То есть всё получалось на ощупь. Ну, первые три дня точно на ощупь. Потом, видимо, нащупали. Это же такой, это же такой жанр сложный. Это не комедия, не трагедия, ничего. Нужно вот найти эти полутона, просто нащупать было. И актёрам нужно было понять, и нам нужно было понять. И в этом начале был такой чуть больше перекос в какую-то психологическую драму, да? Ну, наверное. Но смотрелось как-то не очень хорошо, это точно. Ну, в общем, было скучно. Этот фильм был для... Такая и школа, и много очень открытий для себя совершили. И на самом деле поняли, что можем и что умеем. Что было самое приятное. И ещё мы даже получили приз Мексики. Ты помнишь? Да-да. У нас есть приз в Мексике, приз жюри с некого фестиваля. Дело в том, что мы, значит, мы как-то встретились и стали смеяться, что судьба фильма так склада, что было бы очень смешно получить однажды по почте приз. И вот как-то, значит, звонят и говорят, что, знаете, вот вас ищет какая-то посылка. А мы на разные фестивали рассылали ВХС-кассеты, да? Ну, чтобы люди приглашать нас или не приглашать. И вот, значит, вдруг такой странный звонок, что... Дичел, да? Он Дичел. Да-да, что, значит, какая-то странная посылка из Мексики. И ищет, и нашли меня, вплоть до того, что меня нашли дома. И я говорю, а что там такое? Они говорят, по-моему, там что-то стеклянное. И приезжает такая, значит, картонная коробка. Я её открываю, и там такое, значит... Ситуация похожа на начало фильма. Да-да-да-да. Приезжает машинка, а тут выносит коробку, значит. Так она не очень, правда, большая была. И, значит, там такое надгробие какое-то, стеклянное. Обелиск, значит, с фамилией Владимир Щегольков. Значит, с днём рождения Лола. Всё это на испанском языке. Я прочитать не мог, я не понимал, что это такое. Думаю, вообще, это походило на то, что табличка для пресс-конференции. Думаю, ну всё, наверное, приглашают на пресс-конференции. Надо собирать вещи срочно. И потом позвонил, значит, друзьям, которые знают испанский язык. И ещё там пришли какие-то брошюрки. И прочитал, и оказалось, что мы на фестиваль в Мексике получили прежюри. Но он очень, там очень такое мексиканское, плохо произносимое название. Это фестиваль молодого альтернативного кино. Ну, там так, там были из Армении фильмы, несколько лент из Америки. Но удивительно было. Ну, да, Мексика как-то не планировалась, как рынок. Они нам дали за комиксы. Мы поняли, что нужно поддержать жанр. При этом мы ещё к тому времени не видели фильм «Биги, Лолу, Биги», надо сказать. Хоть он и вышел раньше по дату, что есть некое пересечение. Там есть анимация, тут есть по имени героини, да, то есть здесь есть комикс. Но мы как-то сами по себе пришли к тому, что нужно поддержать жанр. И тогда пришла идея. Вообще, мы всё очень нагло тогда делали. Вот пришла идея, мы брали и делали, особенно, да. Вот почему мы меня брали и проверяли. Искали художника, которые просто влезли в интернет, начали смотреть, в каком стиле мы хотели увидеть комиксы. Нашли, смотрим, симпатичные картинки, вытащили этого человека. Сказали, делал когда-нибудь кино? Он сказал, нет. Мы говорим, ну давай попробуешь. Он сказал, ну давай. И, в общем, мы так по этому принципу и существовали. И мне кажется, что очень ценное то, что есть в картине, это такая хорошая импровизация и очень хороший непрофессионализм. Нет каких-то рамок, это всё легко рождалось. Есть с этим какие-то недочёты шероховатости, да, мы там не до конца довольны драматургией, скажем так. Но зато мы там дышали полной грудью. Вот, крайне говоря, вот если за что себя упрекать, ну, так, по-серьезному, то это вот за драматургию нормальный сценарий. Ну, по моим ощущениям. Ну, можно было бы сделать лучше. Ну, просто хочется же всегда действительно, чтобы обвалился мир. Мы-то думали, сейчас мы сделаем, и мир обвалится. У нас было 34 смены. По времени, сколько там, по месяцу, я не помню было, но при этом надо учитывать, что иногда нам приходилось в связи с тем, что актёры многоиграющие. У нас некоторые смены были по полсмены. То есть, реально, мы сняли полных, наверное, было смен 20. И мы снимали в очень жёстком режиме. С такой, в общем, ну, очень быстро. Несмотря на то, что павильон, но всё равно это происходит. Надо сказать спасибо Хлопецкому, нашему оператору, потому что у нас замечательная картинка. И, в общем, он выдерживал этот прессинг, когда я ходил орал Женя, давай быстрее. А он говорил, да иди ты, и ставил свет спокойный. За что ему спасибо. Мне кажется, что наша заслуга, при всём при том, это тот интерьер, который мы создали. Те внутренние краски, которые внутри этого интерьера. Да, для того, чтобы сложилась такая картинка. Нет, вот павильон, кажется, это было осмысленное решение. Потому что там камеры устанавливались удобно, я так сказать, как мы того хотели. Мы выносили сцены, мы выносили, стены были съёмные для того, чтобы добиваться. Мы ванну пилили, у нас было три ванны. Мы под разным углом распиливали, чтобы как бы у нас были разные ракурсы, чтобы добиваться каких-то эмоциональных вещей. Ну да, там стёкла это взрывали. Да, мы взрывали стёкла. У нас последний съёмочный день длился 20... Смена, да, последняя съёмочная смена длилась 24 часа. Вот, не останавливаясь, мы снимали. После чего, конечно, было ощущение, что все сошли с ума.